Дзержинск Открыли счет Сызранцы в начале первого тайма, а во втором химики восстановили равновесие после розыгрыша штрафного. Но хозяева вернули себе преимущество через 10 минут, однако удержать победный результат Сызрань не сумела. Химик до финального свистка организовал пару голов, в итоге 2-3, домашнее поражение Сызрани, и теперь клуб делит четвертое место с Ульяновской Волгой. Баскетболисты Самары перед стартом чемпионата Российской Суперлиги провели в Москве 4 контрольных матча, все завершились победами. Первыми сдалась МБА 74-63, потом Самара была сильнее Химик Подмосковья 70-54. В повторных матчах с этими же соперниками подопечные Сергея Зазулина вновь показали классную игру. Счет с МБА 77-56, Химки проиграли Самаре 50-44. В воскресенье и понедельник, 27 и 28 сентября, Самарская команда сыграет в МТЛ-арене на мемориале Приматова. Крылья Советов прибавили в составе на роль нападающего, подошел чилиец Николас Калас. В последнем сезоне нападающий выступал за азербайджанский Нефт-Чи. В 21 матче он забил 13 голов. Еще одно приобретение галкипер сборной Грузии Георгий Лори начинал играть за Тбилисской Динамо. В прошлом сезоне Лори выступал за греческий Офи. За сборную Грузии Георгий провел 31 матч. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин